Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о монетах Республики Казахстан. Это юбилейные монеты, монеты подсвящены 20-летию Конституции Республики Казахстан. Прежде чем мы более подробно и детально рассмотрим монеты, давайте обратимся к небольшой такой исторической справке. Первые законы в Казахстане были созданы еще во время Казахского ханства. Тогда своды законов разрабатывались три раза. Лучшим в этом оказался хан Тауке, который стал соавтором нового свода степных законов в семь вложений. Находясь в составе царской России, Казахстан опирался на своды законов Российской империи. Соответственно, Конституции в Казахстане не было. Попытки создать первую Конституцию случились еще в 1911 году. Барлбек Сартанов подготовил документ «Устав страны казахов». В котором была заложена идея создания суверенного государства. Однако попытки не увенчались успехом. Государственные органы республики основывались на неутвержденной Конституции. Ведь проект, который направили на одобрение в ЦИК в 1926 году, никто не рассматривал. На самом деле, в Казахстане принимали две Конституции. Первая в 1937 году, которая закрепила факт образования Казахстанской ЦСР. А вторая была утверждена в 1978 году и стала основной для Конституции независимости Казахстана. Обретя независимость, Казахстан еще год существовал без Конституции. После того, как закон о независимости уступил в силу, его положение оказалось выше норм прежней Конституции 1978 года. Поэтому некоторые считают закон о государственной независимости Республики Казахстан временной Конституцией. В действующей Конституции Казахстана справки вносились три раза. В 1998 году, в 2007 году и в 2011 году. Итак, друзья, вы прослушали небольшую историческую справку о Конституции Республики Казахстан. Итак, давайте же приступим к обзору монет. К их характеристикам. Пока я зачитывал вам справку историческую, я маленько вам показал данные монеты. Итак, давайте вот начнем с простой монеты. Монета номиналом 100 тенге. Данная монета была выпущена 25 августа 2020 года в тиражом 50 тысяч штук в качестве Brilliant & Circulated. Масса монеты составляет 11,17 граммов, диаметра 31 миллиметр. Здесь мы можем наблюдать книгу, символизирующую Конституцию Казахстана. Посредине книги герб Республики Казахстан. Над книгой год Чиканки 2020 год. И внизу под ней также можно наблюдать символ казахского народа, национальный орнамент. Вдоль канта полукругом у нас имеется надпись на латинице «Казахстан, Конституция Сы, 25 лет». Гурту монеты у нас вибристый, без надписи. На оборотной стороне монеты мы можем наблюдать также герб Республики Казахстан. Внизу под гербом номинал 100 тенге. Слева и справа от герба также можем наблюдать национальные узоры Республики Казахстан. Вдоль канта полукругом имеются надписи вверху и внизу, разделены точками. Внизу надпись «Национальный банк Казахстана», а вверху у нас «Казахстан, Алтык, Банки». Монетный двор, казахстанский монетный двор Национального банка Республики Казахстан. Ценовая категория. В Казахстане данная монета стоит в районе 200 тенге. На российском же рынке данная монета стоит порядка 100 рублей и выше, в зависимости у кого и где вы будете приобретать данную монету. Все зависит от жадности продавца, так сказать. Такая вот, друзья, интересная монета номиналом 100 тенге. Итак, такая же монета, только уже номиналом 200 тенге. Данная монета была выпущена также 25 августа, но уже тираж у данной монеты, соответственно, меньше. Здесь тираж у нас 3000 штук. Качество монеты, чеканки. Prooflight, металл, мельхиор. Масса монеты составляет 15 грамм. Диаметр монеты 33 миллиметра. Здесь у нас уже выполнено, так сказать, в подзолоте. Но это не подзолото, а такое уже раскрашенная монета. Сзади также герб у нас, номинал 200 тенге, казахские орнаменты, национальные узоры, надписи полукругом. Ну, все то же самое, только качество, чеканки монеты и номинал отличаются друг от друга. Ну и сами монеты. Вот такие вот, друзья, две интересные монеты. Находятся у меня в коллекции. Напишите в комментариях, какие монеты вам больше нравятся. 200 тенге или 100 тенге. По ценовой категории монеты 200 тенге. Ой, ну я, скажем так, купил ее за 8 тысяч тенге. Может быть, даже дороже, потому что сейчас она, ну, продается где-то в районе, там, не знаю. Ну, если хорошо поискать, то за 6 тысяч, наверное, можно найти. Так, 7, 7,5. Где-то так вот. Но я купил ее в первые дни. Через несколько дней после того, как она вышла в Казахстане, я приобретаю все данные монеты. На рынке России данная монета, ну, где-то стоит от полутора до двух тысяч. Также в зависимости, смотреть, где и у кого вы будете приобретать данные монеты. Итак, друзья, спасибо вам за внимание. Надеюсь, обзор был интересным. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Впереди будет еще много интересного. Всем спасибо. До новых встреч. Всем пока. Пока.